ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что общего у Астаны и карибских стран? Энергия будущего. В столице прошел семинар «Энергия будущего» в Карибском регионе. Представители стран Карибского бассейна рассказали о своих планах на Экспо в 2017 году и презентовали свой предпроект. Семинар стал первым шагом для налаживания двухсторонних контактов для дальнейшей проработки вопросов их участия в выставке. Гости рассказали о проблемах энергетики в их странах и путях их решения. Кстати, по итогам семинара разрабатывают концепцию участия стран. Ее проект представят на первом собрании международных участников, который пройдет в Астане уже этой осенью. Туризм – это главная составляющая экономики карибских стран. Как вы знаете, это островные государства. Мы хотим объединить туризм, энергетическую отрасль, изменение климата и все это предоставить на выставке в Казахстане. Главная идея этого семинара – представить несколько возможностей энергетики будущего в наших странах. Ну и, конечно же, мы представим культуру карибских стран. Накануне Дня защиты детей в столичном центре реабилитации для пострадавших от насилия открывается игровая комната. Открытие игровой комнаты важно для работы центра, ведь здесь вместе с обратившимися сюда женщинами живут и их дети. Спонсором стал один из общественных фондов и колледж менеджмента и бизнеса. Факт бытового насилия в отношении женщин – тяжелая социальная проблема. И, увы, нередкая. Для того, чтобы защищать горожанок, Акимат открыл специализированный кризисный центр-приют, рассчитанный на 50 мест. В нем созданы хорошие условия для проживания. Маршрут здоровья проехал по улицам Астаны. Медицинская бригада обследовала на улицах города тех, кто никак не дойдет до своего врача. Проводили мини-диагностику, но тех, кому оказали врачебное внимание, они приятно удивили дельными советами. Группа врачей городской поликлиники измеряла всем желающим артериальное давление, а также проконсультировала по вопросам правильного питания и ведения здорового образа жизни. Экспромт пациенты задавали врачам вопросы о вреде курения, о диете и о профессиональных заболеваниях. Кстати, акция проурочена конкурсу «Астана Тангдау», в рамках которого выберут лучших работников своей сферы. Этот конкурс направлен на популяризацию социальных профессий, основополагающих профессий. Сейчас молодежь все меньше и меньше идут в социальные профессии, поэтому этот конкурс именно направлен на популяризацию. Ваше здоровье в ваших руках. Эта фраза при гепатите имеет двойной смысл. Важно соблюдение личной гигиены. Нужно пить кипяченую воду, мыть руки после туалета, прогулок и перед едой. В Астане летом периодически проводятся месячники по профилактике гепатита. Но о простых правилах горожанам нужно напоминать постоянно, говорят врачи. Сейчас ведется усиленная профилактика и скрининг. Детки в 2,5 года прививаются от гепатита А. Поэтому у нас остаются неохваченные вакцины, только большая группа – это гепатиты С. К сожалению, на сегодняшний день у нас нет вакцины от гепатита С, поэтому предотвратить это пока мы еще не в состоянии. Врачи напоминают, нужно учитывать широкую распространенность, бессимптомное течение и неблагоприятный исход заболевания, а также трудности в диагностике и лечении больного вирусным гепатитом В или С. В сравнении с предыдущими периодами, значит, в Астане стабильная ситуация по вирусным гепатитам, мы не наблюдаем какого-то колоссального роста гепатитов. В целом цифры приблизительно остаются в прежних пределах. На этом наша программа подошла к концу. Посмотреть это и другие выпуски нашей программы вы можете на официальном сайте телеканала 24КЗ в разделе телепроекты. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!